Жанна, ну что, будешь читать «Унесённый ветром» наконец или как? А ты в «Поющий в терновнике»? Пока нет. Ну вот и решили. Вот и договорились. Но мало ли, вдруг вы прочитали оба этих знаменитых романа о любви и не только, а может быть ни одного, всё равно посмотреть это видео будет интересно. Да, потому что вроде бы казалось, что книги абсолютно разные, написаны не вообще в разное время абсолютно, и объём, как вы видите, тоже отличается. Но, тем не менее, их всё время сравнивают везде. Да, и мы решили тоже поддаться этому искушению и сравнить его, потому что, их сравнить, потому что, конечно, есть о чём поговорить, прежде всего о главных героинях, и с этого мы, пожалуй, начнём. Если наши героини чем-то похожи, то давайте попробуем узнать, чем. Я вот могу даже предоставить вам типичный такой образ Карли Тохары, это зелёное платье знаменитое, наверное, об этом стоит поговорить попозже. Что мы знаем о ней точно, то, что у неё были потрясающие зелёные глаза. Вот поэтому она и носила зелёные. Да, ну и я тоже, как видите, тоже, да, принарядилась. А вообще, я не знала об этом, потому что книга досталась мне в таком немножко побитом виде, вот тут нет половинки страниц до определённого момента, и я не знала, что роман начинается со фразы Скарлетт, Ахара не была красавицей, что не скажешь по экранизации. Да, там, конечно, Вивьен Ли, наверное, только очень смелый человек, мог бы сказать, что она не красавица. Да, ну вот именно её такая живая натура, доставшаяся ей от отца ирландца, спрятанная под такой тонкой скорлупкой французских манер от матери, она вот привлекала мужчин, которые чувствовали в ней вот эту бойкую женщину. Ну, в общем, за это они, наверное, её и любили. Ну, Мэгги Клири, она тоже девочка была достаточно бойкая, с такой вот натурой. Кстати, тоже они были из Ирландии родом, но переехали в Австралию как колонизация. Это 1915 год начало, на момент романа ей 4 года. Ну и как ребёнок, как она себя проявила? Она боевая, любила подраться, обожала брата, она такой пацан в юбке типичный. Ну, в принципе, про Скалли тоже можешь сказать, что ей нравилось и на деревья залезть, там и на конях поскакать. Ну, вот тут то же самое, да. А как она относилась там к баллам или там не было такого? Там такого не было, в основном это фермы, подстригания арене. Там другие развлечения. Другие развлечения, да. Понятно. Жили они не богаты, хотя сама история семьи, они из рода происходят достаточно обеспеченно. Но так как её мать решила выйти замуж за бедного фермера, её лишили всего наследства. И, соответственно, она вынуждена была привыкать к жизни на ферме и бедности. И дети тоже так же воспитывались, соответственно. Ну, Скарлетт, как мы знаем, она с бедностью столкнулась уже потом. И начало жизни у неё было беззаботное, огромная плантация, куча рабов, хлопок. В общем, всё прекрасно. Но тут наступает 1861 год, то есть гражданская война в США, и всё полетело в Тар-Тарары. И, да, ну, если не знаете, то лучше не спойлерить. Ну, тогда, наверное, поговорим о втором сходстве, которое стоит отметить. Это у обеих героинь есть запретная любовь. Ну, оставим известный момент на потом. Расскажите мне о неизвестных. Ну, из неизвестных моментов здесь, скорее всего, то, что, ну, запретная любовь, соответственно, у неё была к священнику. 18+. Причём любила она его с первого взгляда, когда она была ещё совсем маленькая, ребёнок. Она сначала вообще не понимала, что это за чувство такое. Он просто приходил к ним, получается, в поместье, потому что они переехали в поместье, там, дальние родственницы, которое позволило им работать и следить, соответственно, за всем вот этим овчарным хозяйством. Ну, а он к ней как к ребёнку как-то выказывал интересы, или это уже другая категория? Нет, они тоже просто дружили, то есть он считал её очень милой маленькой девочкой, но, естественно, девочка росла, он какое-то время не появлялся. Когда приехал, она была уже подростком, 16 лет и... И здесь 16 лет? Да. Ну, ладно, это я потом. И, соответственно, он увидел её в первый день, это она была в таких, стояла в кустах с пепельными розами, на ней было платье цвета пепельной розы, и она подарила ему розу... Пепельную? Да, которую он положил в свой молитвенник и хранил её вот всю жизнь. И молитвенник тоже был цвета пепельной розы. Да, стоило снимать в цвете пепельной розы. Понятно. А, кстати, есть же какая-то экранизация, кажется, да? Да, серия несколько. Ну, то есть любим мы священника с детства, это как-то даже звучит там не очень даже по нашим временам. А у Скарлетт история любви, как бы сейчас, может быть, никто бы не удивился, она любит молодого человека, просто потому, что он не проявляет, кажется, к ней никаких чувств, таких, как остальные поклонники, потому что поклонников у неё целое графство и даже больше. Проблема в том, что Эшли, её возлюбленный, он от неё отличается кардинально, он из такой семьи, где любят искусство, литературу, там, не знаю, философию. Она всё этого не понимает, она простая, как три копейки. О чём ей отец и говорит, то есть ты не будешь счастлива с таким человеком, потому что муж и жена должны быть из одного теста. На что Скарлетт резонно в голове у себя отвечает, что отец и мать совершенно разные, но это не мешает им быть вместе. Ну да ладно. В общем, дело в том, что Эшли женится на своей кузине, как было положено у них в семействе, то всё, он уходит из её поля зрения. Она в отместку тоже выходит замуж за брата этой кузины Мелани. И, в общем-то, начинается такой любовный многоугольник. Многоугольник, да. Но дело в том, что она себя убеждает в том, что она любит Эшли, и он её любит. А, хотя... С признаков того, что он её любит, я так понимаю, не было. Ну, как потом выяснилось, он к ней, конечно, испытывал интерес как женщины, но не любил он свою жену. Но она как бы на протяжении 12 лет, 16 до 28, она твёрдо верит, что они друг друга любят. То есть, да. Она отбила себе в голову, что они предназначены друг другу, но что-то их... Да, но что-то помешало. В принципе, поющая в Терновнике примерно то же самое. Она тоже несколько раз ему говорит, да ты же любишь меня, как может какой-то долг быть сильнее светлого чувства любви. И он был практически, в принципе, готов ей поддаться, но так как это был молодой священник в стране, где не так уж много было мужчин порядочных в Австралии того времени, тётя, которая как бы пригласила их пожить, она подстроила такую вот вещь, что, в принципе, они могли бы пожениться, но тогда никому ничего не достаётся. То есть деньги внушились. А она так подписала это наследство, что она могла вступить в наследство Мэгги только при условии, что она не будет жениться, выходи замуж за Ральфа. И вот там такая многоходовочка. Ну вот, видишь, здесь у Скарли только одна была проблема, что Эшли женат и не хочет почему-то бросить свою замечательную жену. Вот дурак. Странно. Да. Но, тем не менее, это даёт повод сравнить нам, как они вели себя в соответствии с этим. Давайте поговорим об этом. Ну, давайте посмотрим, как дамы наши решают эти любовные трудности. Скарлетт идёт на пролом. Она решает объясниться Эшли сама, что по тем временам и по тем законам... То есть прийти просто и сказать, что ты на мне не женишься, родной. Поэтому на пикнике, который устраивают в имении Эшли, она решается на объяснение. Она надевает максимально вызывающее платьице с большим вырезом для утра. Это не очень подходит, поэтому только вечером такое можно было. Она в таком платье идёт, зажимает его в углу библиотеки, говорит, что такое? Да, мы любим друг друга. Давайте жениться. А он такой, я женюсь на Мелани. Она, ах ты сволочь. И, в общем, устраивает ему такую горячую сцену с разбиванием предметов, чем покоряет другого мужчину, который, собственно, потом всю жизнь пытается добиться расположению. О, этот Рэд Батлер, если вы смотрели опять же фильм, то, конечно, вы знаете идеал мужчины для всех и вся. То есть она решает проблемы нахрапом. И каждый раз пытается потом, на протяжении романа, всё время пытается у Эшли вынудить какие-то слова любви, признания, и он всячески от этого пытается скрыться, уже просто отстанет от меня. Но она не задаётся. Ну, здесь примерно то же самое. Она, несмотря на то, что он говорит, что он священник, ему не положено, и вообще он принял этот обет. Нет, вы меня любите, и вообще, что может быть сильнее любви? То есть, грубо говоря, мне кажется, что её больше, как бы, так сказать, задело то, что как он имеет право не обращать на неё внимания при всех вот этих чувствах. Мне кажется, её задело именно тот факт. И, соответственно, она несколько раз к ним объяснялась, и он, ну, вот здесь он её любит, в отличие от Эшли. Он её любит, и, соответственно, единственное, что он не может, он мучается, страдает между своими этими духовными принципами и, соответственно, физическими желаниями. Ну, вот Эшли, он со своими физическими желаниями поборолся достаточно успешно. Правда, он не мог прямо ей сказать, как она его в конце романа, она ему говорит, то есть, почему-то мне раньше не сказал, что нет любви прямо. То есть, ты ей не говорил ни да, ни нет, а он как бы, ну, я же и да вроде не говорил. Эх, эти мужчины. Да, в общем, пока она там бегает за этим Эшли, но при этом иногда бывают такие моменты, когда ничего вроде не было, а люди-то все догадывались, естественно. Но здесь вот жена Эшли Мелани, она всегда брала Аскарлетт под свою защиту, типа, нет, она моя подруга, Эшли мой муж, даже не смейте. Все знали, все знали. Но Мелани не верила, что нет, они не могут. Всё, понятно. Но ничего между ними не было, между прочим. Ну, здесь история пошла немножко в другом направлении, он, естественно, уехал, он уехал в Рим служить там в Ватикане. Она хотела, она пыталась его забыть, но она встретила мужчину, который был крайне на него похож, да. И именно это её как бы сподвигло на брак с ним, она, да, вышла за него замуж, но, естественно... И заказала ему костюм священника на Алиэкспрессе. Да, 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 примерно так. Но вот и родила от него дочь, но она не была всё равно счастлива, потому что он уезжал, он не обращал на неё внимания. То есть всё, что... И она уехала отдыхать просто на остров. Неплохо. Да. В Австралии же море нет, да? Ну да. Тогда я поеду на остров. Ну, то есть она тоже была как бы активной стороной двух отношений. Ну, в принципе, да, да. Ага. Ну, а вот чем, так сказать, она его в итоге покорила? В итоге она, ну, родила, она очень тяжело переносила вот эти роды и уехала, как я уже упомянула, на остров. И вдруг в это поместье, где они жили со своим мужем, там у другой семьи, приезжает Ральф, священник. Начал расспрашивать её здоровье. Ну, естественно, хозяйка этого поместья, она всё поняла, потому что мужчины крайне похожи. Да, и она ему сказала, она как бы намёком там-то, там-то, и он поехал к ней на этот остров. И, соответственно, там она смогла его убедить, да, что чувство превыше всего. И надолго убедила? Ну, не очень. Или на чуть-чуть? Ну, в итоге она родила от него сына, но она не сказала ему, что это его сын. То есть она решила скрыть, как бы, типа, ну всё, пусть не мучается человек. А он просто уехал, и всё, пока, да. Ах, какой хороший человек. Ну, ладно. Тем не менее, несмотря на то, что есть такое мнение, что это такие женские романы, это не совсем так. Ну, по крайней мере, про «Унесённый ветер» можно сказать, что это целая эпопея, которая описывает гражданскую войну. По которой можно отвечать на парах. Да, нам, конечно, Андрей Валентинович, здрасте, вам говорил, чтобы мы не вздумались использовать «Унесённый ветер» на семинаре, но я использовала, и вы мне поставили хорошую оценку, так что всё нормально. Ну, поговорим же, тем не менее, как раз-таки о трудностях, которые преследовали наших героинь. Итак, чем же известна Скарлетта Фарра? Она известна тем, что она такое воплощение американского характера. И, кстати, автор была этим крайне недовольна, потому что она всегда подчёркивала, что она не описывала героиню как пример для подражания. Потому что она слишком беспринципная, она реально идёт на пролом, не заботясь о чувствах других людей. Но, с другой стороны, мне она всегда этим нравилась, потому что в сложной ситуации неизвестно, как себя мы поведём, и будем ли мы вспоминать о морали. То есть, что мы видим? 16-летняя девчушка оказывается в ситуации, когда начинается гражданская война, всё просто рушится, весь мир, в котором ты росла, и ей приходится брать на себя ответственность за всех. То есть, так получается, что все люди, окружающие её, они не могут взять на себя ответственность, и она тащит на себе всех. Жену Эшли, которая на войне, детей, Эшли и Мелани, у них родился сын, и своего сына, которого она, кстати, не любит совершенно, но, тем не менее, ответственность-то нужна за тех рабов, ну, теперь уже свободных, которые остались. Отец у неё сходит с ума, две сёстры больные там по месте валяются, от тифа там себя приходят, там ещё какие-то люди набегают постоянно, иначе она заботилась обо всех. Да, она, то есть, тащит на себе всё, ну, то есть, приходят, говорят, там, у вас, вам нужно заплатить налог по месте, нужно 300 долларов. Всех бегают, такие, господи, господи, где нам взять 300 долларов? Скарлетт такая, шьём платье и шторы, идём просить у Ретта Батлера 300 долларов, даже если придётся с ним спать, у нас будут 300 долларов. То есть, на самом деле, это действительно вызывает восхищение, то есть, если надо что-то для всех, она делала, но при этом, как бы, ей всегда казалось, что она такой эгоист, и делает всё только для себя, но она никогда не забывала о близких. Мне всегда это нравилось. Ну, здесь тоже героиня оказалась лицом перед трудностями. У неё ещё и мать, кстати, была достаточно сильная женщина, поэтому у неё было с кого брать пример. Вторая мировая их обошла стороной, потому что в Австралии как бы это упоминалось, но по большей части практически не было такого. Но случилось лето одно, жаркое, когда практически больше года не было дождей, и начались пожары в Австралии очень сильные, но, в принципе, как бы... Знакомое тело уже видели. Ничего не меняется. И сгорела большая часть поместья, сгорел, погиб её в итоге отец, и погиб её брат, и она тоже была вынуждена следить за этим поместьем. Сначала вместе со своей матерью, а после смерти матери она, соответственно, вынуждена была следить за всем этим одна. Кстати, дети у неё тоже были. Один ребёнок был от Люка, её первого супруга, который похож на того священника. Но она девочку эту не очень любила. Опять сходство. Опять сходство, да. А вот мальчики она души не чаяла, он был её ангелочком, то есть она его вообще просто обожала. Ну вот видишь, у Скарлетт... Кстати, в фильме там не стали показывать о детей от предыдущих браков? Скарлетт потом ещё раз вышла замуж, чтобы спасти поместье там за возлюбленного своей сестры. Кстати, опять же, чем только не пожертвуешь ради того, чтобы добиться своей цели. И во втором браке у неё рождается девочка, она её тоже не любит, потому что она, ну, мужчину этого не любит, и девочка какая-то некрасивая. А вот, наконец, она выходит замуж на Ретта Батлера, который, как он сказал, я же не могу бегать за вами, втискиваясь между двух мужей, давайте уже поженимся. И у неё рождается дочь, вот эту девочку она любит, ну, насколько она может любить, потому что, мне кажется, сейчас она была бы child-free такой законченной, бизнес-вумен. Она очень любит эту девочку, но девочка, к сожалению, трагически погибает, упав с пони и сломав шею. Здесь примерно то же самое. Да. В чём главная трудность, что мальчик, сын, решил выбрать карьеру священнослужителя. Ай-яй-яй, это генетика. И как она говорила, что я не смогла забрать любимого мужчину у бога, я не заберу и сына. Ну, и в итоге он уехал в Италию учиться в Ватикане, у этого Ральфа. Ральф, кстати, не знал, что это его сын, и он даже периодически говорил, какой красивый мальчик мог бы быть моим сыном. А по факту, да. Но он пошёл на пляж и начал спасать двух девушек, которые тонули, и умер, погиб там. Ну, что ж у них любимые дети всё умирают? Эх, всё-таки, наверное, как там автор из Колин Макалоу что-то там подсмотрела. Возможно, конечно. Потому что роман был всё-таки написан позже, гораздо, да. Кстати, когда он вышел? В 1977-м. А, ну, «Унесённый ветром» вышли в 1936-м. Было время ознакомиться, да. Ну, то есть, как мы видим, обе наши героини, если что, могут поступиться моральными принципами, так чуть-чуть, если им что-то сильно надо. Ну, и для этого, как бы, можно сказать, что они, например, для подражания в том плане, если что... Ну, если что-то, да, надо, как идти к своим целям, добиваться... То надо идти, да. То надо идти, да. Хорошо. Хорошо, давайте поговорим о любимых моментах. Вот есть ли у тебя какой-то момент, который прям запомнился? Ну, вообще, этот роман входит, я не знаю, я бы поставила его в топ-3 своих любимых. Так. Да. На первом месте у Истинка. Что? Как же Дженеер? Дженеер во втором. Ну, они делят между собой. Ты что? Всё. Извини. Я не знаю этого человека, тут, простите, полицию. Мне нравится момент, именно когда Ральф разговаривает со своими, так сказать, коллегами, священнослужителями о вопросе морали и вот этого вот духовного и телесного. Угу. Да. И он думает, он всё время думает, находясь вот на расстоянии 11 тысяч мыль при мысли о Меге, впервые горлу не поступили рыдания. Счастливый ли ты Меге, не обижает ли тебя муж, любишь ли ты этого Люка у Нила, что он за человек, почему ты променяла меня на него, хотя... Кто кого ещё променял. Чем он, простой овчар, так тебе понравился, что ты предпочла его и Наку Дэвису, и Лайму Року. И, в общем, тут он начинает вот эти все тирады и в итоге решается, ему как бы священник один и сказал, что любовь настоящая, она должна быть превыше всего. Ого. Так, оказывается, всё можно, если хочется. Если хочется, да. Ну, а нам-то рассказывали, ничего нельзя, сиди спокойно. Так, ну, что вам сказать? Ну, я бы, конечно, может быть, могла бы провести какой-то момент, связанный с любовными отношениями, но мой вот прям самый-самый любимый момент, он и в фильме хорошо показан, это когда как раз-таки Эшли и Скарлетт имеют такой разговор на лесопилке, у Скарлетт тогда была своя лесопилка, она была такая бизнес-вумен, и они просто вспоминали с ностальгией свою юность, и он как-то её приобнял чуть-чуть, и ничего не было, то есть и она к нему не лезла ни с какими поцелуями в этот момент, и их как бы застукали, ну, естественно, раздули из этого, о, Господи, Господи, и она боится после этого показаться людям на глаза, там как раз праздник, день рождения у жены Эшли Мелани, и она собирается остаться дома, тут приходит её муж Ред и говорит, нет, падшая женщина должна быть падшей женщиной, встаём, одеваемся, и идём на растерзание этим клушам всем, он ей выбирает самое такое проститутское платье, такое, хотелось бы надеть такое для видео, но, к сожалению, в моём гардеробе не нашлось, с перьями, такое бордовое, вот, и говорит, ну, всё, вперёд, давай, я с тобой не пойду, отвечай за свои поступки, и она приходит, гордо подняв голову, смотрит на них всех так, и у них у всех теряется дар речи, потому что они-то ждут, что она сейчас придёт, такая, о, Господи, мне так стыдно, она такая, и все молчат, и тут Мелла не подходит, и, проходи, проходи, Скарлетт, типа, ну, ничего не произошло, и она такая, ах, мне прям этот момент всегда, о, о, такая женщина, ну, кстати, мне кажется, пошла. Ну, здесь примерно то же самое, что она тоже всегда, это упоминается не раз в книге, хотела с высоко поднятой головой, и, невзирая на все трудности, они не могли заставить её пустить её голову вниз. Эх, а мы-то всё страдаем. Вот, вот, девочки, как надо, берём пример с Мэгги и Скарлетт. Да. Но у нас такие яркие героини, мужчины на их фоне, наверное, немножко теряются, но должны же быть женские персонажи, на фоне которых наша героиня блистает, или не блистает, может, наоборот, они тоже сияют. Оттеняют её как-то. Да, оттеняют её. Ну, наверное, у Мэгги это, во-первых, её мать, мать, которая тоже была очень сильной женщиной, которая долгое время тянула на себе всё поместье, она разбиралась со всеми этими бумагами, налогами и так далее. А где был отец? Умер, пожарил. А, и, соответственно, вот она её, мне кажется, и она была такой королевой рассудительности, то есть всё, говорила, как должно быть, как себя вести, что разум перед чувствами. И, наверное, последствия это была её дочь, Джастина, хоть она её не любила, но она говорила, что она её не любит, потому что она очень похожа на неё. Во-первых, она была, наверное, феминисткой такой, первой, child-free, курила, она поехала в Европу, чтобы стать актрисой, была такая девочка, тоже балмошная, самоуверенная, и, вот, возможно, поэтому они с матерью не находили общий язык, но, тем не менее, она является такой достаточно грозной. Вот, что ж, она не терпела конкуренции, что ли, в лице дочери. Да, да. Вот, ну, здесь у нас, наоборот, такие героини, отличающиеся от Скарлетт. Первая, это её мать, ну, кстати, не сказать, что мы много о её матери знаем, но она постоянно всплывает по ходу повествования, потому что на момент начала романа матери всего лишь 32 года, и это уже была, считай, пожилая женщина, мать семейства, и она заправляет всем поместьям, при этом в те времена как бы женщина была как бы, ну, леди такая возвышенная, но она реально управляет всем, а муж такой только ходит, там, на конях скачет, пьёт виски такой, орёт там, у забора там пьяный и всё такое прочее. И Скарлетт всегда хотела быть такой, как мать, такой же вот изящный, утончённый, с манерами, ну, ирландская кровь отца не давала быть ей такой. И когда мать умирает, то Скарлетт как бы очень сильно страдает, потому что мать для неё всегда была таким моральным ориентиром, на который она стремилась, но которого никогда не могла достичь. Ну, и потом она находит вот эту материнскую фигуру, наверное, в лице Мелани, как раз жены своего возлюбленного Эшли, которая вот просто воплощение такого чистого сердца, без страха и упрёка, то есть она такая маленькая, как воробушек, такая вроде не очень красивая, но вот если что, там, она готова помочь, вот, как кошка драться за эту Скарлетт, то есть защищать её перед всеми этими бабками, которые на неё клевещут. Они даже вдвоём убили Янки, которые, там вместе прятали его трупы, и она там даже не дрогнула, хотя она от родов там не отправилась, то есть такая боевая настоящая подруга, но Скарлетт её как бы презирает всё время, плюс она её ненавидит за то, что она увела любимую её, которая по факту и нелюбимая. Да, да, да. И только в конце, когда Мелани умирает, Скарлетт понимает, как она любила её, как была ценна её подруга. Вот такая печальная история женской дружбы, которая была не дружбой. Всё понятно. Да, так что, на самом деле, мне кажется, это важно понять, как наши героини с другими женщинами взаимодействуют. Ну, вот, наверное, больше воспринимают их как соперниц, неужели как кого-то. Даже дочь, свою родную дочь, она всё равно не воспринимала как дочь. И в конце не произошло никакого примирения. Нет, они общались периодически по телефону, но по большей части нет, не было такого чудесного зрения. Вот, ничего. время спойлеров, потому что всё-таки стоит сравнить финалы. Чем всё заканчивается? Это плохой финал? Ну, он печальный, я бы сказала. Всё-таки, во-первых, умирает Дэн, сын. Ральф, священник, этот Дебрикасар, он узнаёт, что это был его сын, и он просто в горе, почему-то мне не сказала, всё могло быть в моей жизни по-другому, я потратила свою жизнь по факту впустую, ну и, короче, там начинаются его страдания. В итоге он умирает сам через два дня. От горя? От горя, да. Но он и был намного старше её всё-таки, и тем не менее. Джастина, она уехала, она тоже не находит себе места, потому что она испытывает чувство вины, потому что она заставила своего брата поехать тот день на пляж, он не хотел, и, короче, все там себя винят. У них состоялся такой разговор с матерью, потому что дочь долго не хотела с ней общаться из-за того, что она считала себя виноватой. Но в итоге была сказана такая фраза, она после нас никого не останется, потому что ни у кого не было детей, у Джастины это не было, она не планировала, после сына тоже, соответственно, никого не было, и вот на этом происходит концовка. То есть это анти-чайлд-фри роман. Имейте детей, чтобы хоть кто-то остался. Ну, финал «Унесенных летом» достаточно знаменитый, потому что, опять же, фильм, по крайней мере, если не смотрели, то слышали многие, наша героиня, она всегда справлялась со всеми трудностями с помощью фразы «Я подумаю об этом завтра». И, в общем, оказывается такой день в её жизни, когда Мелани, жена Эшли, умирает, пытаясь завести очередного ребёнка, хотя и нельзя. То есть Эшли свободен, и, как бы, если она получит развод от своего мужа Ретта, то она может, выждав определённое время, заполучить то, о чём она хотела. Но тут она понимает, что он не любил её никогда, этот Эшли. Зато ещё она понимает, что она всё время любила Ретта, который мирно ждёт её дома. И она приходит ему сказать эту вещь, а он говорит, «Извините, дорогая Скарлетт, я слишком долго ждал». Поздно. «Я ждал, я делал для вас всё, но вы не видели моих стараний. Мы похожи, мы оба такие, не очень хорошие человека. Я воспринимал такой, какая вы есть, а не какую-то там фантазию. Я видел, какая вы... Я всё равно вас любила, а теперь я устал, наша дочь погибла, всё, пока». И она такая остаётся на пороге и говорит, «Завтра я подумаю, как вернуть Ретта, всё будет хорошо». И, собственно, этом заканчивается. Открытый конец. Открытый конец, что не даёт покоя многим писательницам, которые пишут сиквелы к этому роману, где они в итоге все вместе. Ну, можете дофантазировать сами, конечно, всё-таки не хочется, чтобы эта пара рассталась. Ну да. Да, ну, в общем, тем не менее, финал тоже не особо весёлый. Короче, женщины в итоге своей любви так и не заполучили, что в одной, что в другой книге. Здесь из-за принципов мужчины, здесь, конечно, скорее из-за слепости, наверное, какой-то. Да, потому что, как она сама говорит, то есть я все эти годы любила не Эшли, я придумала себе костюм, я надела этот костюм на вот этого человека и любила этот костюм. И когда она увидела настоящего Эшли, она поняла, что она и не любит его, и никогда не любила. Но для этого ей понадобилось 12 лет жизни. Ну вот, и здесь то же самое. В итоге все остались ни с чем. Ни с чем. Ну, тем не менее, у тебя там хотя бы вот столько, у меня два тома, они страдали, и всё, все пострадали зря, в общем. Но, тем не менее, как бы мне нравится этот финал, потому что мне кажется, что даже если она не будет с Рэтом вместе, у неё всё будет хорошо. Ей всего 28 лет, она ещё боевая женщина, у неё бизнес. Почти пожилая. Почти пожилые времена. Но она умела уже краситься румянами, чтобы казаться моложе. Так что всё будет нормально, я уверена у неё. Ну, здесь тоже, конечно, можно было бы написать, что он отказался от своего церковного сана, и всё стало хорошо. Но тогда роман бы занял вообще ещё меньше места. Да, и тогда, наверное, он бы не считался таким хорошим, а просто такой типичный, слащавый романчик, драма такая жизненная. И сложный вопрос, который тоже, кстати, многие себе сдают, что важнее, духовное, какие-то принципы моральные, или всё-таки наши внутренние. Ну, вообще, как бы, так ли много романов, где священники выбирают между любовью и долгом? Наверное, это не особо такая распространённая тема. Нет, нигде. Хотя, вот, кстати, наверное, если вдруг вы священник и смотрите, посоветуйте, что почитать. Только не советуйте определённые сайты, там по-другому всё заканчивается. Да, ну, тогда нам осталось только чуть-чуть технической информации для тех, кто интересуется не только сюжетом. В общем, если вас интересуют какие-то интересные факты, мне всегда очень нравилась история создания романа «Унесённый ветром», потому что автор, как известно, написала только этот роман и больше ничего. Хотя это тоже такой миф. Она в молодости баловалась писательством и даже сейчас нашли какие-то рукописи её. Но ничего не издавали, поэтому считалось, что даже, возможно, написала не она. То есть как какая-то женщина просто взяла и такую эпопею написала. Но это не вышло там просто не из-за ничего. Она вообще была журналисткой, и по тем временам это было достаточно странно. Она сама была с американского юга, где женщинам было не принято работать. Но она вот такая была репортерша, такая дотошная, то есть со словом умела работать. И вот у неё был такой муж, который её поддерживал в этом, не ограничивал. И однажды она сломала ногу и оказалась прикована к постели и перечитала вообще всё, что могла. Он уже устал носить и книги из библиотеки. В общем, он ей принёс пишущую машинку. Да, Толкин не поторопился на тот момент. Он ей принёс пишущую машинку, говорит, в общем, если тебе уже не нравится читать то, что есть, напиши сама, как хочешь. И вот она начала писать, и 10 лет писала этот роман. Ну, конечно, звучит красиво. Звучит красиво. Тут всем бы таких мужей. И он всячески поддерживал её, вычитывал рукописи, помогал ей. То есть вообще, Маргарет, ты молодец, давай, давай. Пиши ещё. Пиши ещё. И вот в 1936 году роман увидел свет, сразу стал бестселлером, и уже в 1939 году его экранизировали, вот этот знаменитый фильм. И, в общем-то, к сожалению, на этом история заканчивается, потому что писательница шла через дорогу, её сбила машина, она умерла. А может, у неё там было продолжение? Может, там был третий том, где она всё-таки помирится с Реттом, но, увы. Ну, к сожалению, да, всё закончилось вот так, но, тем не менее, как видите, поддержка мужчин всё-таки важна для писательниц. Ну, здесь такой супер истории, конечно, нету, но, наверное, самая такая интересная история связана с названием «Поющие в Терновнике». Это вообще кельтская легенда о птице, которая поёт лишь однажды. Она летает в поисках самого красивого куста, да, летит искать куст Терновника, где она может свить своё гнездо, и бросается на самый длинный шип и поёт свою самую красивую песню. Один раз в жизни вот она поёт. Это грустно как-то. Птичку жалко. Возвышаясь, да, над несказанный мук, и так поёт, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, жаворонок и соловей. Единственная несравненная песнь достаётся ценой в жизни. То есть у них тоже получилась такая песня один раз до жизни, потом они бросились на шипы. Ну, в общем, такая история. Как видим, всё-таки у романов много общего, но локация интересная, да, вот тут Австралия. Австралия, да, не так уж много романов происходит в Австралии. Ну, или до нас они не доходят, или нам Австралия неинтересна. Вам интересна Австралия? Если что, вы нам скажите, мы, может, тоже что-нибудь почитаем с ними. В общем, ждём ваших отзывов и комментариев. Всегда интересно. Какой из романов вы читали, какой ваш любимый. Да. И, конечно, насколько вы представляете идеального мужчину в виде Ретта Баттлер.